всем всем доброе утро привет привет страна привет китай я сейчас нахожусь на автобусной железнодорожной станции нинбо и направляюсь куда товарищи и направляюсь я в шанхай и первым делом я сюда приехал посещать разнообразные выставки и вот сегодня как раз будет первая из них сейчас 5 30 утра очень волнуюсь очень хочу спать почему волнуюсь потому что денег в обрез это сегодня первая выставка 8 марта фитнес-веллнес оборудованию и спорт питания также будет спортивный ментарь и спортивная одежда и найти поставщиков с дешевым классным товаром который можно будет продавать сначала на автобусе еду туда ехать на автобусе где-то три часа автобус стоит дешевле 103 юаня что равна за 16 долларам обратно я собираюсь ехать на поезде за два часа стоимость 144 юаня что приблизительно 23 доллара туда я буду ехать на автобусе дешевле дольше и он идет по достаточно знаменитому мосту который был открыт 1 мая 2008 года он был на то время одним да и собственно первым и самым длинным таким трансокеаническим мостом в мире самым длинным он имеет длину 36 километров сейчас уже конечно есть мосты и подлиннее самый длинный мост и смотрел тоже находится в китае около 165 километров но он находится на суше и он железнодорожный на магистрале пекин шанхай по карте мы уже посреди моста за окном только сейчас вот только сейчас реально началась вода о наконец-то вот оно китайское насрочно китайское море здесь прямо посреди моста есть такая станция 500 куда можно заехать остановиться покушать я не знаю наверно много всякого прикольного представляете прямо посреди моста такая станция погода я вам скажу совсем не летная и не экскурсионная зараза но по крайней мере добрался до места сейчас будем искать ход друзья товарищи я добрался до места прошел регистрацию обещали взять 50 баксов но как-то получилось бесплатно может потом удивят ну вот смотрим сюда дали мне имена и моих вейджи теперь буду посещать смотреть и рисоваться погнали и лодка собственно будет . и 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 Продолжение следует... 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 кроме размеров картины все на китайском потому что я читал я знаю что это это поезд который идет от города шанхая до аэропорта который находится на востоке этот поезд он на магнитной на магнитной полосе на магнитной трассе он развивает скорость 403 километра в час что является самым быстроходным пассажирским транспортом в мире то есть есть конечно сказать скорости больше но именно вот пассажирский пассажирский транспорт это номер один вот он находится в шанхае магнитной ленте запомните товарищи из-за того что ну в свое время шанхае было открыто сказать для всего мира открытый город на востоке сюда прибывало очень много мигрантов даже во времена второй мировой этот город был открыт для евреев и сюда мирировали мире евреи во время холокоста вот из-за этого городе очень много французской английской немецкой голландской архитектуры я чуть позже это конечно эти здания все попробую показать найти их на улице вы сами видели я я мокрый до нитки сниму себя на фоне китайской группы чтобы видели рост уровень моих глаз и вот китайцы как они идут какие они какого они роста на действительном городе очень много архитектуры то есть зарубежная архитектура и да и в принципе вот как город шанхай является таким вот вот первоосновательным во всем также вот допустим в киеве показ мод проходит не знаю раз в сезон или два там три раза в сезон недели там сезон или полгода здесь же в шанхае показы мод проходят каждую неделю то есть китайские дизайнеры пытаются найти так сказать совокупность с европейскими трендами и китайскими модами тканями и так далее что-то пытаются что-то круто что-то вертят и собственно приглашают сюда китае очень много моделей именно европейской конечности по поводу китая я наконец-то понял почему китай зовут поднебесный я не читал почему так хотите мое объяснение потому что эти козлы вонючие засрали всю атмосферу и реально вот в китае видимость практически нулевая то есть я вот здесь уже два месяца я ни разу не видел чтобы видимость была хотя бы там километра 45 она постоянно максимум максимальная дальность максимальная видимость это 32 километра все постоянно в тумане в какой-то какой-то дынке знаете и этом смахил реально ну думал что-то на полу меня вот она погоду но нет мы дома открываем окна через эти окна к нам ну не знаю через два-три дня вот такие клубы пыли я не знаю какой-то комки на комки пыли поступает и посмотрел по поводу экосреды вокруг ним буду с ним бы еще не на самом последнем месте находится то есть на юге вот гонконг еще шэньчжэнь вот там вот наиболее плохая среда для обитания самый загрязненный воздух пекине шанхае вот но не быть на 100 километров южнее шанхае но тем не менее именно поэтому собственно наверное китай назвали поднебесной потому что потому что все вы знаете вот как кого-то живут они в облаках только в облаке не воды не чистого воздуха вот бубок и дыма и постоянно скотины курят понимаете что мне не нравится что мне бесит у них катастрофически вот они кашляют они от харьков до не сморкаются такое ощущение что они сейчас таксисты вот они везут тебя открыл при тебе двери на светофоре собрался блин до того отвратительно чтобы извините меня вот видите курят они курят даже в искусстве пару слов отношения китайцев и японцев собственно отношения весьма натянуты с тех пор как между японцами и китайскими китайцами была война вот и китайцев не любят японцев японцы наверное не любят китайцев также вот узнал что китай и япония сражались чтобы захватить корею представляете а сейчас то есть побывав корее я понимаю что корея сейчас ну на порядок на голову выше китая ну и наверное возможно на таком же уровне как и япония в японии не было конечно хотелось бы побывать хотя все-таки желание бывает опасно вот я очень хотел побывать китай и сейчас вообще не понимаю чего здесь побывать в нашем промышленном городе практически никто в моей практике вообще никто из китайцев не говорил на английском и даже не знаю что такое но у них нет на него да и но есть что что так ребят ну поскольку блок который я веду он все-таки еще и ну и в основном он был придуман для друзей бы личный блок поэтому расскажу немного личной жизни на днях у меня украли кошелек мужской раздевалки это случилось вот на днях буквально за пару дней думаю до моей запланированной поездки на выставку сюда в шанхай так что на выставку можно сказать что ехал с 15 долларами в кармане представляете себе ехать другой город за 150 или 200 километров от города в котором ты живешь кармане с 15 долларами вы бы поехали пару интересных фактов про работу в китае значит в китае в принципе очень-очень даже требуется очень востребованные европейские европейцы девочки и мальчики европейской внешности причем неважно кем ты можешь работать тебя могут пригласить сюда изначально из твоей страны как танцора как модель как переводчика даже иногда если ты кстати здесь очень классные зарплаты у переводчиков если ты даже знаешь английский иногда даже достаточно знать просто английский владеть разговорным уровнем чтобы уже работать там в детских садах в школах начальных классах переводчиком причем зарплаты начинается двух тысяч долларов на двух на двух 500 тысяч долларов вот в пекине знаю часто такие но объявления так далее значит есть также вот такой вид работаем допустим мы работаем танцорами да у нас все понятно мы прошли кастинг отобрали нас там кого-то отобрали кого-то не отобрали пригласили все мы там живем в домах которые нам предоставили работаем получаем там ежемесячно зарплату не знаю как у модели модельном бизнесе модельным бизнесом еще не сталкивался есть вот ребята могут просто приезжать сюда как мальчики так и девочки не заниматься консумацией просто приезжают в китай покупают за свой счет билет делают туристическую визу приезжают сюда и каким-то образом знакомятся находят обычно со своими же знакомятся с русскоговорящими людьми находят контакты и работают в кей тиви кей тиви это такие заведения ну то есть аналогов насколько знаю в россии и украине нету и да и в европе по-моему это типа клуба с множеством комнат то есть ты приходишь сюда как свою личную комнату арендуешь эту комнату с алкоголем с караоке с телевизором со светом музыкой и так далее и к тебе как клиенту приглашают ряд так сказать мальчиков или девочек на выбор есть мужские и женских кей тиви и клиенты выбирают так не того мне того мне того и с ними так сказать бухают весь вечер ну и не только за это ребята получают в день порядка от 60 долларов от 60 долларов в день могут получить есть также возможность по фрилансу работать танцором и моделью наверное это несколько сложно потому что постоянно переезжать из города город из отеля в отель но вот ребята которые кстати но таким образом работают на какие они снимают и арендуют свое жилье самостоятельно то есть платят за него еще сами вот такие факты ребята так что работы в китае завались европейцев вопрос только один на что ты готов пойти ради денег помните я вам говорил по поводу китайской архитектуры как быстро они все строят и как много проблем с водой в их них арки архитектуре в их них в их не издания в строительстве так вот знаете как они решают умная по-китайски быстро эту проблему знаете смотрите и это в музее это решение проблемы видите на улице дождь там ливень это решение проблемы ночью такой себе арт хотел сказать спасибо хотел сказать спасибо всем моим друзьям то что они есть огромное спасибо всем 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 не буду перечисать по именам потому что как мне сказал человек которого хочу поблагодарить это как будто бы я хочу возвысить кого-то над кем-то ничего подобного всем огромное спасибо я очень рад что у меня есть такие друзья которым я могу обратиться и не в ту же минуту помогут мне и вам всем желаю чтобы у каждого из вас были такие друзья с которыми вы знаете вы можете не только погулять погушбанить когда вам хреново и когда вам действительно нужна какая-либо помощь они про вас забудут а таких друзей которые могут с вами не погулять могут с вами не так часто общаться в силу своей занятости или еще как и каких-либо других факторов но момент когда вам нужно будет действительно реальная помощь они вам помогут а ну-ка зацените размеры шанхайского железнодорожного вокзала точнее одного из железнодорожных вокзалов здесь питания везде в аэропорту на автобусных станциях на же д станциях и даже в метро есть эти и металлоискатели люди которые тебя обыскивают и изымают почему-то блин постоянно зажигалки и это проверяют вещи на сканере так что вроде как тоже безопасно безопасно ну и пару слов про поезда в китае точно такие же широкие здоровенные места супер-супер-супер когда уже до нас доберется прогресс 21 век когда же когда же он до нас доберется